Вильш Корги Пемброки Вильш Корги, впрочем, как и многие собаки, не знают меры в еде. Избалованный лишним кусочком пемброк быстро превращается из подвижного пса в толстый бочонок. Говорят, что пема обладает хорошим аппетитом. Ну и, конечно, есть собаки гурманы, ну и, наверное, все собаки любят сладенькое. Вот, Женя, чем кормите вы собаку? Вообще, кормим сухим кормом. Кормим сухим кормом, и то, и другое. Ну и еще добавляем консервы. И для всяких разнообразных вкусностей, ну чтобы собака всю жизнь все-таки есть сухой корм, наверное, грустно. То есть мы покупаем всякие вкусняшки. Слава Богу, что сейчас очень много этого продается в магазинах, и всякие рубцы, и желудки, и вкусные косточки. А для вкусняшек могу продемонстрировать. У нас есть очень вкусный, аппетитный, ну с точки зрения собаки очень аппетитный, а с точки зрения нас вообще жутко вонючая вещь, называется рубец. А что это такое? Рубец. Готовые сбалансированные корма все больше приобретают популярность у владельцев различных домашних животных. В них содержится нужное количество питательных веществ, необходимых животному на конкретной стадии его жизненного цикла. Консервы для собак бывают как чисто мясными, так и смешанными, и рекомендуются к употреблению в чистом виде или в смеси с какими-либо продуктами. Капризным шарикам больше нравятся консервы, чем сухие корма. Готовые корма можно совмещать с натуральными продуктами, но дозы того и другого должны быть соответственно уменьшены. Нельзя резко менять привычное питание питомца. Это может привести к расстройству пищеварения, потере настроения и даже к выпадению шерсти. Женя, ну вот мы все прекрасно знаем, что если накрывается стол, приходят гости, и тут куча животных бегает, то, конечно, запахи будоражат фантазию. Может ли эта собака залезть на стол, например, стащить из тарелки что-нибудь вкусное, ну или попрошайничать? Попрошайничать, мне кажется, они считают, что это у них работа. То есть это, можно сказать, первейшая обязанность. Вот стащить. Ну вот старшую собаку мы приучили, что она не будет стаскивать ничего. То есть вот в комнате, например, можно оставить еду, и ты совершенно точно знаешь, что она ничего оттуда не возьмет. А у Жаклина у нее совершенно другие понятия. Ну она еще маленькая, да? Может себе позволить залезть там носом в миску, в тарелку. И мы тут как-то вот с нашими хозяевами щенков встречались, у нас был такой пикничок, мы накрывали, ну можно так сказать, стол на траве. Так вот все щенки очень четко бегали прямо вот около стола. Еще иногда у них трасса проходила четко по столу, то есть надо было пробежаться по еде, там еще было желательно упасть, быстро все понюхать, что тут лежит рядом. После того, как их отогнали, они стали падать около стола. То есть маленькие, они, конечно, это очень любят, видимо, запахи их очень манят, поэтому тут надо с ними ухо востро держать. А собака вообще всеядная? То есть если она хочет это съесть, она съест? То есть вкусно это невкусно? Непонятно, чем пахнет, но все равно? Нет, невкусно, как говорится, дураков нет, она есть не будет. То есть в принципе их интересует, конечно, все, что едим мы. Мне кажется, для них заранее все съедобно. Но если предложишь ей лук или чеснок, она тактично возьмет это все в ротик, потом выплюнет, скажет хозяин, давай чего-нибудь другого. Кстати, это один из методов отучения брать из чужих рук. То есть если вы хотите, чтобы собака не брала из чужих рук, засуньте несколько кусочков перца в колбасу и предложите собаке. Она как раз возьмет из рук, потом поймет, что это невкусно. И в следующий раз из чужих рук брать не будет. Что касается команды, выполнения, то есть послушания того, что мы делаем, вернее, что мы говорим, то вот старшая собака, та, конечно, у нас уже воспитана просто очень хорошо. Потому что, например, можно оставить какую-то еду в комнате, и ты знаешь, что вот ты придешь, и точно так же все это будет находиться в неприкосновенности. Собака, конечно, там обкапается слюнями, но она будет лежать и ничего не возьмет. Вот. А Жаклин, она еще маленькая. Да, она у нас еще маленькая, еще вырастет, поэтому, конечно, мы все понимаем, что собака посажена на стол не просто так, а исключительно для съемок. И в таком виде мы ее здесь дома, конечно, не увидим. Надеюсь, что она себе не будет позволять в дальнейшем лазить на стол. Хотя она здесь провела уже довольно долго времени. Вот. А Жаклин, конечно, когда что-то ешь, она считает, что с ней нужно делиться вот непременно. То есть пытается залезть носом в мисочку. Если принесешь мороженое, то она тут же там все уже вот раз-раз, и вот носом она уже там рядом. Динке себе, конечно, таких вещей не позволяет. То есть Динке у нас ешка такая, настоящая англичанка. Жаклин проще, потому что маленькая, ну и характер другой. Насчет воспитания Динки у нас был такой случай, вернее, даже не у меня, а у моего мужа. Они регулярно ходят покупать колбасные изделия. У нас рядом тут мясной комбинатик. Вот. И когда стоят в очереди, то есть все это дело происходит, ну, в таком небольшом помещении. И все колбасные изделия, они все находятся под столом, как бы под прилавком таких ящиков. Вася обычно, когда гулял с Динке, всегда ходит с ней. Естественно, для собаки это соблазн просто огромнейший. То есть вот эти все запахи, копчености, все эти языки. Она там, конечно, наверное, с ума сходит от этих запахов. Но вообще до этого вела себя очень так аккуратненько. То есть не позволяла себе хватать сосиски. И тут в какой-то момент, когда они уже приближались, значит, к прилавку, женщина, которая продавщица, которая нарезала всю эту колбасу, полезла там зачем-то, чтобы что-то отрезать. И встретилась просто глаза в глаза с мордой собаки, которая тоже там жадно вот так вынюхивала, что же ей взять вкуснее. Ну, ничего не стащила. Нет, она ничего не стащила, она продавщица закричала, чья собака, уберите собаку, Вася, это со мной, быстренько. Но зато после этого, они когда стали ходить туда, Динке всегда, абсолютно всегда, продавщица отделяла такой большой шмат языковой колбасы. Ух ты! То есть видела, что приходят вместе, и Динке всегда получала свою пайку. То есть дождутся конца очереди, Динке уже начинала все это есть. То есть тоже какая-то польза для нее. Бесплатный такой бонус для нашей рыжей собаки. Бонус от посещения магазина. Вообще, на самом деле, нас в магазины пускают. То есть мы с собакой заходим совершенно нормально. Единственное, рядом есть магазин, где живет злобная кошка черная, которая как-то надрала Динке морду, и с тех пор она туда не ногой. Да так нас пускают, встречают и даже угощают всякими вкусняшками. Ну, конечно, угощают собаку. Ни Васю, ни меня. Прием у Айболита Отвлечемся немного от истории Евгении и заглянем в ветеринарный центр. Сегодня на приеме спаниель. Причина посещения клиники – желудочно-кишечное расстройство. Недомогание пса вызвано отравлением продуктами недлительного хранения – пресервами. В данный момент пострадавшему ставят капельницу для снятия интоксикации организма. К баночному кормлению есть одно требование. Пресервы, они должны храниться определенным образом. К сожалению, в наших зоомагазинах не всегда соблюдается температурный режим хранения именно пресервов. То есть, если сухой корм, он не требовательный к хранению, то пресервы все-таки должны храниться при пониженной температуре. К сожалению, они очень долго стоят на полках. Бывают при жаре. И вот, к сожалению, да, бывают такие случаи. Доктор, а можно ли рекомендовать хозяину кормить собаку тем, что он ест сам? Смотря что ест человек, то есть кормить ее колбасой с жареным мясом, тушеным мясом с каким-то специям нельзя. Но если это будет хорошее, качественное мясо, сырое, да, или слегка ошпаренное, вот, почему бы нет? Можно. Вот, вопрос о кормлении промышленным или обычным, ну, там, рационом, как его принято называть, он спорный и открытый в ветеринарии до сих пор. Плюсов, минусов и в том, и в другом случае достаточно много. И учитывается и возможность владельцев готовить собаки, да, потому что собаку нельзя кормить со стола. Ее можно кормить продуктами, привычными нам, то есть мясом, творогом, рыбой, крупами, овощами, но приготовленные эти продукты должны быть для собаки, а не вот, что сварили себе щей и налили собаке. Доктор, что делают владельцы, чтобы его питомец не стал жертвой отравления? Достаточно ли смотреть на этикетку срока годности на банке? Смотреть на срок хранения банки и смотреть на условия магазина, то есть если в магазине там жарко, там, душно, да, вот, можно посмотреть, иногда приезжали владельцы с отравлением животного, которые только потом говорили, а вы знаете, баночка была там вздутая, ну, то есть, ну, некоторые, да. То есть понятно, да, вот, срок годности и условия хранения, если это такой, ну, небольшой магазинчик, в котором даже кондиционера нет, ну, лучше пресервы там не брать. Будьте внимательны при покупке еды для питомца. Заболевание желудочно-кишечного тракта очень опасно, особенно для щенка. Болезнь быстро развивается и при отсутствии неотложной помощи приводит к скорой смерти собаки. Поэтому не запустите болезнь, и главное, чтобы в процессе лечения были строго соблюдены все рекомендации ветеринара. Говорят, что питомцы очень похожи на своих хозяев и даже копируют их эмоции. Американские ученые провели эксперимент, взяли 28 домашних питомцев, собак, и заметили, что 20 из них зевают вслед за своими хозяевами. И наверняка вы уже точно замечали, что дворняжки, обычные наши уличные дворняжки, переходят дорогу на зеленый свет светофора. А многие хозяева видели, как их животные с удовольствием смотрят телевизор. Женя, вот ваше, смотрит телевизор? Да, конечно. Мы замечали, что программа о животных, например, может, банально звучит, но и не мал планет, она смотрит с удовольствием. Не знаю уже, что она там видит, но наблюдает за происходящим на экране очень внимательно. Вот, еще у них есть такая семейная, можно сказать, особенность, постоянно нажимать на кнопки пульта. То есть, если, например, смотришь телевизор, и что-то переключилось, или выключилось наоборот, точно смотри, где собака. Если он где собака, значит, там пульт. И кроме телевизора, вот Жаклин, например, еще очень любит смотреться в зеркало. То есть, как-то у нее это проявилось в детстве. Да, не знаю тоже, что разглядывает, когда смотрится, когда она там одна. Но вообще замечали раньше, что, например, когда ты находишься на диване, а Жаклин внизу, поскольку на диван она еще не умеет запрыгивать, она сидит и следит в зеркало за тем, что ты делаешь. То есть, например, раз утром ты проснулся, Жаклин тут же уже бежит тебя встречать. И сейчас тоже, когда берешь ее на диван, она ложится именно лицом, вернее, мордой к зеркалу. Чтобы наблюдать. Да, да, и у нее такой обзор в зеркале. Вот, а так телевизор, ну, мультики еще иногда привлекают внимание, типа футурамы, не знаю уже, что там. Видимо, яркие, ну, не яркие, а крупные фигуры, то есть ей нравится. Ушками так шевелит в сторону происходящего. Быть в курсе того, чем занят хозяин, это природное призвание пемов. Ведь их предки – отличные пастухи. Хотя сегодня пемброки и утратили свое рабочее назначение, послушанием и обучением у них все нормально. Чтобы увидеть эту породу, как говорится, в действии, мы с Евгением и ее мужем Василием решили прогуляться в парк. Тем более, что нас там ожидал приятный сюрприз. Владельцы таких же забавных пемброков, чищенки, некоторое время назад были приобретены у Евгения. Теперь уже по праву близкие люди частенько встречаются, вместе гуляют, делятся новостями, советуются. Вот это мой Рики, единственный парень из всего помета. Собственно говоря, поэтому он единственный вообще. Я искала корги после того, как увидела их в прошлом году. И хотела именно с хвостом. И наткнулась на вот этот помет Есения. И там был единственный, ну, этот помет был с хвостатой. И единственный пацан был, это вот он. Соответственно, он мне и достался. Так что это судьба. Очень смело, не боится вообще никого. Я не знаю, как остальные сестренки, но вот он, для него нет преграды. То есть, огромный док, пожалуйста, он будет с огромным доком. Мы гуляем с гончими, я вижу, как они круги наматывают, а он, конечно, не так. Но, несмотря на это, он все равно все-таки для пожилых он слишком силен. Собака все-таки достаточно крупная для пожилого человека. И все-таки активность у него тоже, ну, больше, чем может вынести человек в возрасте. Вот, то есть, я считаю, что, скорее, это все-таки собака для семьи, для ребенка, который вот не обидит, для, может быть, не очень сильно активных людей, которые, ну, скажем так, с ним нельзя ехать, едет на велосипеде, они это не выдержат. Потому что, получается, что, встречаясь вот с крупными собаками, крупные собаки, они играют совершенно по-особенному. Они там начинают как-то маленькую собачку валять, то есть, у них игры такие более жесткие. А у этих очень равноправные игры. То есть, вот они там дерутся, бегают, друг друга понимают очень хорошо. Поэтому им вот такое общение очень на пользу. Играет музыка. До этого к собакам относился равнодушно. Но вот за 4 месяца я просто, я не знаю, полюбил ее так, что вот, я даже не знаю, как без нее, в общем, теперь жить. Вот, вот, даже не представляю. Я вот раньше думал, как же я буду выходить на улицу, с ней гулять утром там или вечером. Для меня это было как-то дико. Я жене говорил, я вообще к собаке не прикоснусь, делай, что с ней хочешь. Это собаку купили тебе, вот, а я меня не вмешиваю в свои дела. А теперь как-то вот я так настолько привык, что спокойно могу выйти и утром, и вечером там, и покормить ее. В общем, все дела, которые полагается с ней сделать, в общем-то, я могу сделать. И помыть ее, и высушить там, и посидеть с ней. Да и она, в общем, привязчивая очень собака. Очень, очень привязчивая собака сама по себе. Она, мне кажется, своих вот хозяев любит просто безумно. Мне кажется, эта собака. По крайней мере, я по своей собаке так вижу, что просто нереально. Если уходишь из дома, вот, может быть, даже эта проблема какая-то создается. Когда уходишь из дома, она просто вот, ну, просто теряет свое лицо, она просто сникает, начинает там выть, стонать. Может быть, это, не знаю, со временем немножко пройдет, но сейчас она без хозяев просто ей плохо. А потом, по натуре, эта же овчарка, она пастух. Она очень любит свою семью. То есть, если в семье два человека, три, вот у меня в семье три человека, там, жена, ребенок. Если дома три человека находятся, то есть она не сидит где-то в уголке, одна сама по себе, она, именно вот нужно ей наблюдать за всеми, вот, чтобы видеть всех в доме. И вот она как, пасет, как овец. Вот она же по своей натуре пастух, да, собак, вот, пасет овец. И также она пасет своих, вот, хозяев, хозяев домочадцев. Она считает это своим стадом. И она их собирает. Очень сложно выйти с ней на улицу вдвоем и зайти с разной стороны. Это вообще беда. Никогда не убежит. Она не убежит, она может разорваться между двух хозяев. Она будет собирать их, собирать, собирать, собирать. Она хочет, чтобы все ходили вокруг нее, все рядом с ней были. Давайте попробуем взять собаку на руку. Позовите. Ну, если сейчас пойдет, она у нее много очень сейчас отвлекающих маневров. Марфа! Вон у нее дружок. Марфа, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ах ты, моя радость. Собака, ну это разве можно ли любить такую собаку? Видите, какая она сейчас здоровенная. Яркие, общительные вельш-корги-пембреки с удивительной способностью вписываются в общество, становятся любимыми компаньонами, друзьями и членами семьи. С пемами никогда не бывает скучно. Они заряжают положительной энергетикой своих хозяев, отдавая им всю свою собачью любовь. В конце нашей встречи собака Евгения, очаровательная венки, продемонстрировала некоторые команды послушания, больше похожие на цирковые номера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова